Легендарный The International приближается. 11 лучших команд планеты в дисциплине Dota 2 уже получили приглашение на турнир. Судьбу последних пяти путевок определит онлайн-отборочный этап с участием 40 сильнейших команд Америки, Европы, Китая и Юго-Восточной Азии. Официальные стрим-трансляции отборочного этапа TI-4 в регионе СНГ от студии Starluder и компании стартуют уже 12 мая. Только Dota на четырех стримах одновременно с лучшей командой комментаторов и аналитиков. Кто уже этим летом отправится в Сиэтл за миллионом долларов? Ищи ответ на tifo.starluder.tv Повторы всех игр смотри на YouTube-канале Dota SLTV. Ну что же, всем доброе утро. Приветствуем вас всех опять-таки на официальной трансляции, официальной русскоязычной трансляции со второго дня квалификаций. На International 4 из Юго-Восточной Азии. Вы, я думаю, прекрасно знаете, что вчера у нас закончились поздно вечером квалификации американские, и команда North American Rejects заняла первое место и заслужила право сыграть на International. Конечно, они стали двенадцатым участником. В то же время парни из чудесного коллектива Team Liquid будут играть в Wild Card Round. Но до этого момента надо еще дожить. Ну и, понятное дело, этот самый Wild Card Round нужно, конечно же, хорошо отыграть. Сегодня на третьем канале для вас матчей буду комментировать Яви Лад. На первом канале работают Light of Heaven и Versuta, помогает им Факер. На канале под номером 2 комментируют матчи Каспер и Гатхард. И на канале 4 работает сегодня Адекват. Сегодня у нас состоит довольно много матчей. Если быть точным, то есть 17 игр группового этапа, закончится у нас группа. Возможно, будут переигровки, но опять-таки это зависит от того, как закончится группа. Ну, будем надеяться... Извините... Ой, что ж такое-то? С утра-то заговорился, закашлялся. Будем надеяться, что переигровок не будет. Ну, хотя, если будут, азиатская дота, она очень-очень красивая и веселая. И я бы, скажем честно, от переигровок не отказался. Давайте понемножечку въезжать уже в сегодняшний день. Я думаю, всем вам матчи будут интересны. Но начнем мы, пожалуй, с таблицы. Выглядит она вот так на данный момент. На первом месте идет команда L. Ребята выиграли 6 матчей, не проиграли ни одного. Orange 4-2, то же самое у Миннески. 4-2 MVP Феникс, довольно сенсационная. Никто не ждал, что MVP смогут трижды выиграть. Но 3-2 счетов MVP после первого дня. Мид Траст 3-3. RRQ из Индонезии 2-3. Skys фавориты. Очень такие серьезные фавориты этого турнира. Многие их ставили чуть ли не на первое место. Да и я, если честно, тоже думал, что Skys покажет себя во всей красе. 2-3. Ну и Force Departure 2-4. XCTM 1-4. Zephyr 1-5. Вот такие вот расклады. Здесь, ну и первый матч, который мы с вами сегодня на стриме посмотрим. Это MVP Феникс против Skys. Конечно же, начинаем мы с вами знакомство с составом команд. Вы, я думаю, прекрасно знаете состав команды MVP. Они играли нас на StarLadder. Ремарчхин, Ryzen, FireEvy, QO. Ну и против них X-Freedom, Полосон, Миракл, Чибикс и Хана. Будет интересно. MVP Феникс мы видим 3-2. Пока у нас имеют 20 средних фрагов, 24 смейки, 44 асисты, 669 крипстат. Ну и мы видим, что 50% винрейт у них с ТХД. 66% с Нагой и 100% Тайтхантер и Дерево. Вот такие они MVP. Ну и против них Skys, которые мы видим тоже имеют отрицательную разницу киллов и смертей. 700 ластхитов. Ну и мы видим с Марфом, 50% винрейт. Точно так же с Солдер Титаном и Штум Шаманом. Дважды брали Найкса и дважды неудачно. Вот так вот. Вот такие вот эти ребятки. Давайте смотреть игру. Я думаю, вам она должна понравиться. Итак, Кентавер и Шадоу Демон первые два пика от ребят из Skys. Отвечает им, видим, Эмбером и Бэтрайдером. Очень любят, собственно, Эмбера. Парни из MVP Phoenix. Мы видим Тренд Протектор. Тренд Протектор один из их лучших героев, которого берут они довольно часто и играют с ним, в принципе, довольно неплохо. Ребят, я просто не имею возможности сам себя слышать, поэтому напишите мне в чате на Твиче, либо в Твиттер. С сэштегом СЛТВ, да, как всегда. Как звук, слышно ли звук из игры, хорошо. И хорошо ли слышно также меня. Я надеюсь, что да. Я надеюсь, что слышно меня. Хорошо. Итак, Кентавер, Шадоу Демон. Ну, в бане он, Винпака добирает Skys с третьим пиком. В банах у нас Дума, Винчантрес, ТХД и Ликантроп. Также Нага, Инвокер, Патма и Шторм Спирит. Ну и ждем четвертый пик MVP Phoenix. Очень интересно, что же ребята выберут. Вы знаете, вот, да, то я хотел сказать, что второй саппорт, это будет очень неплохо, что заэхо в студии. Не знаю, какое-то странное эхо. Утро и в арене людей нет. И такие вот. Звукоэффекты или спецэффекты вы можете слышать. Так вот, Рубик Тренд Протектор, два отличных саппорта. Эмбер пойдет в легкую с ними. Битрайдер пойдет в сложную. Осталось герой в мид. Добрать. Ну и Марфа забирает Скайс. Вот так вот. Они знают, причем, что делать с Марфом. И они его возьмут и отыграют с ним. Я уверен, очень даже неплохо. Ну, мы видим, Банк улетает в виду. Да, въезд, кстати, Скайсамбе пошел бы очень хорошо под Марфа, да и под Кентавра. Да и под Пака очень большая была бы мобильность. Но мы видим, что решили от этого героя избавиться. А MVP Феникс, наверное, абсолютно правильное решение. Ну и пятый Банк, Скайс. Что же это будет? Это Outworld Devourer. Вот так вот. Ну, в принципе, Devourer герой, который мешает жить. Но я бы не сказал, что это какой-то настолько ужасный герой, которого стоит бандить, потому что вот не выиграешь ты у него в доту абсолютно никак. Но все-таки он бань. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну и Templar, как. Да, и вот теперь надо чем-то отвечать. Кассия, ну, в плане второй саппорт, нужно правильно второго саппорта добирать. И, наверное, все-таки придется им ставить нормальные линии. Ну, то есть, дефолтные линии ставить кентавра в сложную, то есть, трипло идти в сложную. Здесь будет, конечно же, тяжеловато, если они вдруг захотят пойти против Эмбрата на протекторе Рубика. Ну и кажется мне, что пик все-таки получше выглядит, как ни крути, у команды Skies. Есть мобильность. Ну и Сент-Кинг последним пиком. Будем надеяться, что это нормальный Сент-Кинг. Не такой, как мы вчера видели, от которого до сих пор у меня немножечко подгорает. И я имею в виду Сент-Кинг команды чудесная под названием. Так, мне пишут, что меня, может быть, не слышно в Доте, да. Все нормально, меня в Доте слышно, вот вы видите. Слышь на меня. Привет, Дота ТВ. Ну и давайте начинать смотреть этот матч. Фари в матч, Райзен Киоу разобрали героев. Хана Экс Фридом сыграет на Шедоу Демоне. Полосон будет играть в миди на паке. Ну и готовы. Готовы мы с вами смотреть игру и так. Так, минуту просит Скайс. 5 миллионов 345 тысяч долларов и 420. 5 миллионов 345 тысяч и 421 доллар. Вот так вот. Такой призовой фонд. Ну и вы знаете, действительно, призовой фонд растет и растет. И я так думаю, что благодаря всем нам, благодаря компендиуму, благодаря всему остальному, я думаю, что он вырастет и поднимется еще до 6. Ну и сможет Каспер сделать свой кастомный рейджовый барак. Ничто так не взбодряет, как стаканчик латте с утреца. И что так не взбодряет, как зайти в настройки доты, написать Hero Size 870. И начинать смотреть этот матч. Итак, фавориты. В первую очередь фавориты на бумаге. Скайс, который проиграли трижды вчера, играют против ребят из MVP Phoenix. Меракл будет играть нас на Морфе. Мы видим, Чибикс будет помогать ему на Сынкинге. В миде, конечно же, Полозон на паке. Ну и в сложном миде пока пошел Иксфридом и Хана. Неужели это будет добла в сложной? В принципе, это довольно вероятно. И, скорее всего, действительно так линии они и поставят. Фари будет стоять на Эмбере в легкой. Помогать ему будет Хин на дереве в лесу. И Райзен, который будет стоять на линии. В миде у нас QO на Темпларке. И Марч на Битрайдере. Ну и поехали. Ну и поехали. Первый матч сегодняшнего дня. Напомню, что на втором, третьем и четвертом стриме сегодня по 4 матча. На первом стриме сегодня 5 матчей. И вам всем еще раз напоминаю, чтобы мультитвич ТВ вы юзали. Мультитвич ТВ слэш Старладер 1, слэш Старладер 2, слэш Старладер 3, слэш Старладер 4. Все 4 стрима на одной странице. Здесь Марча поймали. Проблема огромная у Марча. Марч едва-едва живой отсюда уходит. Ну вот так, конечно, нельзя наглеть. Всего 2 тангуса у него было. Ну и могли здесь убить Хана, тем временем мы видим. Действительно, пошел в сложную и немножко наглеет, потому что у него есть Икс Фридом. Так, его подымает семечка. Икс Фридом в любом случае спасет Стан от Хана и продолжает бить его Хин. Очень больно Хане и уходит, смотрите, на 50 хп. Вот это да. Вот это да. Интереснейший начало. Шеду Диамон припрятал зачем-то здесь Райзна. Просто так немножко, наверное, показать, что я умею это делать. Ну, суть в том, что здесь на этой линии основное это фарм Фурива. Кто смотрел, например, вчера матчи MVP Phoenix, те хорошо знают, как играют эти ребята. Как они играют, я имею в виду с Форивом и как у них хорошо получается это делать. Им надо своевременно, собственно, дать этому человеку выформить Баттл Фьюри, ну и хотя бы Кристаллис. Дальше дело пойдет. Ну и вот мы понимаем, что времени, наверное, надо немного, ну минут 15, скажем так, 16. Я думаю, будет у него Б. Ну, главное, чтобы не было слишком большого агро в исполнении Скайс на эту линию. Ну, пока мы видим, что Икс Фридом уходит стоп, оставляет здесь Хану одного. На Кентаври на второй левел он взял уже Кент, и тут ему будет немножечко попроще. Ну, посмотрим. Пока мы видим, не особо напрягает также Райзен вместе с Хином. Сам Трин Протектор с линии, на линию толком не выходил. Один раз только в самом начале выскочил, да и все, сейчас возвращается он в леса. Ну, а здесь мы видим Киоу. Киоу 10 на 2. Киоу против Полозона, 8-3 у Полозона из команды Скайс. Скажу вам честно, вчера откомментировал я два матча Скайс, и ужасно мне не понравился он. В обоих продамачах он играл на Брюмастере. Возможно, ему очень сильно не хватает... Возможно, очень сильно не хватает ему контроля, да, чтобы играть на Брюмастере. Но вот Полозон вчера на Брюмастере и в одной, и во второй игре сыграл действительно очень печально, как на уровень... Как на уровень, собственно, квалификации на Интернешнл. Ну, хотя, о каком уровне квалификации на Интернешнл мы можем говорить, если у нас вчера был Сенкинг на 20-й минуте без 6-го уровня. Так что это такое, это понятие растяжимое. Ну и Миракл, на одном из своих любимейших героев на морфе, будет играть в легкой линии. В лесу мы видим пока Чибикс и Иксфридом, то есть Иксфридом сюда подошел, не знаю зачем. Бэтрайдера здесь нету, и Бэтрайдер сюда не собирается возвращаться, в этом я уверен. Бэтрайдер полетит сюда, здесь будет настакивать, скорее всего. Ну а в миде самое интересное должно, в принципе, сейчас происходить. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Так, Райзен 0.2. Пока Крепстат здесь у Пурива 221, извините меня, я немножко покашливаю. Вчерашний 22-часовой марафон немножко отобразился на мне, и маленькие проблемы, скажем так, с голосовыми связками, но в любом случае сегодня день недолгий, и я думаю, отдохну уже после окончания сегодняшних матчей, чтобы к плей-оффу азиатскому вы меня слышали уже без вот этих вот ке-хе-ке-хе и так далее. Ну вот без вот этих, собственно, да. Еще раз прошу прощения за то, что я иногда буду покашливать. Кью-офф, кью-офф 22 на 8, полозон мы видим 17 на 5. Кстати, есть хостал у полозона, поэтому может он не бояться сейчас темпларку, может ее напрягать как-то, но 19 на 5, 22, 8. В принципе, линия стоится ровно, так что, ну, не видно какого-то преимущества ни у одного, ни у второго героя. Ну и, собственно, по флейнерам тоже ситуация абсолютно такая же, то есть 31 крип у Эмбера, 32 крипа у Морфа. Ну и начало игры действительно очень спокойное. Начало игры, знаете, похоже на какой-то финал Виннеров. Вот обычно так действительно начинаются матчи, начинаются очень-очень важные матчи, и обычно вот именно так команды стараются где-то не встрять и так далее. Но вот тут по это дело, что и для Скайс, у которых 2-3, и для MVP Феникс, у которых 3-2, эта игра очень важна. Если Скайс выигрывает и не догоняет MVP, и у одной и второй команды будет по 3-3, и три матча впереди, которым надо будет сегодня сыграть, по 9 матчей каждый коллектив, как вы знаете, играет. Ну и я думаю, все прекрасно понимают, что если здесь выигрывает MVP Феникс, то со статой 2-4 шансы Скайс на выход в плей-офф очень-очень низкий. Ну что ж, в лесах Сенкин фармит себе даггер. Мы видим, 850 голды есть, правда не делал, а не, сделал здесь даблстак, сейчас самый даблстак зафармит. Чибикс, правда, не умереть бы от этого Кентавра, потому что Кентавр тоже довольно сильный. Пятый левел есть у Чибикса, вот пятая минута, а это опять-таки я намекаю на вчерашнего Иосина из команды Зефир. Если вы не смотрели игру, пересмотрите обязательно. На топе у нас довольно интересная ситуация. Нападает у нас на Фарива. Есть дабл-эдж и Фарив, едва живой пак прыгает. Фарив по-прежнему живой, что это демон. Спрятал у нас того, кто прилетел на Хелпу. Рубик, 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 Рубик. Доказа убегает и дабл-эджем все-таки Хана его сбрил. Фарив, Фарив связывает Хану. Хана погибает и размен. Один в один, отличное начало. Тут же Бэтрайдер пытается улететь Эксфридом, Эксфридом улетает. Ну и на этом, наверное, экшн закончится. Ну, классное, классное начало. Из плюсов для команды БП Пеникс отметим, что есть фраг для Эмбера. Видим, есть Аркантапки, есть Кольцо Базилка. То есть начинает он уже делать Баттлфьюри. Ну и если вместе с ним сейчас команда пытается подпушить линию, будет, конечно, круто. Но нет, подпушить линию не получится. Летит уже сюда Хана на Китавре. Отличный вард. Ну и сейчас будут знать, кто сюда летит. Спрятали Эмбера. Хана стан. Ну, не успевает по таймингу прощелкать. Фарив очень часто отыгрывает на Эмбере. Прекрасная у него реакция, прекрасно знает, что делать. Вопрос в том, не рановато... Ну, не говорю, не рановато, а что они будут делать с Марфом. То есть не поздновато ли уже на него нападать. То есть на Марфа в ближайшем пару минут напасть. Ну, с Рубиком это тяжеловато сделать. А вот когда будет Битрайдер, если он вынесет себе очень быстрый даггер, мы видим, у него 300 голды осталось до даггера, то я думаю, шанс хорошо поймать того же Марфа, если в него четко прыгнуть будет. Огромный. Ну вот надо просто выйти на этого Марфа. Пока Меракл, мы видим, тоже делает себе чудесный артефакт. Абсолютно дефолтный для Морфинга. Это, конечно же, Ленкинг Сфера. Есть у него три веточки стик, базилка. Ну и Ленка готовится понемножечку. То есть персеверанса начиная. Ну и, собственно, вы понимаете, что Криптат немножечко выше, чем у Эмбра. Ну, у Эмбра есть фраг, так что пока эти ребятки идут ровненько. Если мы будем сравнивать суппортов. Четвертый левел Дерево. Рубик тоже левел четвертый. Здесь третий левел Шедоу Демон. И пятый левел Сенкинг, у которого будет очень быстрый даггер. Так что, наверное, все-таки суппорты тоже ровненько довольно играют. Так же, как и мидеры. Просмотреть, как по лозону больно. И Ланая мог сделать здесь фраг. Сейчас Кью-Оу. Но Экс Фридом вовремя спасает свою Пака. Да и Пак там успел на орб прыгнуть. В любом случае, Пака отправляет домой сейчас Кью-Оу. Блин. Вы знаете, вот как ни крути, как бы не наезжали. На MVP Феникс после того, как они сыграли здесь у нас в Киеве. Да, не выиграв ни одной карты. Но парни действительно учатся. И с каждой игрой, с каждым соперником. Вот здесь, на этой квалификации, у них все идет очень хорошо. И я уверен, что, возможно, они и не отберутся на Интернешнл. Возможно, даже если отберутся, то они там сразу проиграют. Ну, суть в том, это не так уж и важно. Важно то, что они учатся. Да это хорошо в миде, у нас тем временем экшен. И это минус Ланайя. Смотрите, очень красный уходит Экс Фридом. Но Ланайя все-таки убили. Здесь Морфлинг. Морфлинг жив. Влетает Бэтрайдер. Начинает бить. Цепляет Меракла. Меракл перекачку не хочет пока узать. Меракл понимает, что выживет. Меракл только сейчас перекачку. Врывается на Рубик. Ай, Рубик! Погибает Меракл. Красавчик. И тут же Кентавр дает ультимейн. Меракл отсюда уходит. И 3-1 Скайс. Ну вот тут немножечко ребятки, наверное, затупили из MVP. Потому что все делали по сути правильно. Могли убивать здесь Морфа. Но Меракля просто так не взять. Этот товарищ в доту играть умеет. Я думаю, не один раз он это доказывал. Всем нам. А мы продолжаем смотреть. Кьюов и Зип. Приобретает себе уже Блэйд Фалакрити. Будет делать Яшу сразу же. Очень даже неплохо. Учитывая, что у Пака 1100 голды. То есть, в принципе, по Нейтворцу он далеко впереди. Имею ввиду Кьюов. Здесь поймали Кентавра. Но вот бить его не стали. Фарива надо фармить. Фарива Персеверанс. Есть у него Братсворд. Ему надо еще 1300 голды до Баттлфури. Бери музыку в доте. Да, вы знаете, есть такой прикол. С настройками, когда она почему-то играет. И она не поймешь, как это сделать. Чтобы она перестала играть. Перестала играть. Бывает, она после пика остается и играет постоянно. Просите, ребят. Тоже иногда раздражает. Но да ладно. Небольшая эта проблема. Так, Кьюов. 56 на 17 имеет Крипстат. Я включу уже, пожалуй, Нейтворс. Мы видим, Кьюов гоняет Пака на 700 голды. Довольно серьезно. Ну а Морф проигрывает по Нейтворсу немножечко у Эмбера. Но вы понимаете, что если у Эмбера появится здесь Баттлфьюри, то с каждой минутой будет Эмбер бить все больше и больше, круче и круче. Но мы не забываем о том, что такое Морф и что возможно, что может делать этот герой. Сункинка отличный врыв. Просто шикарный врыв. Цепляет Хина. Тут же Бэтрайдер пытается что-то придумать. Бэтрайдер цепляет нас с Ханом, пытается вести его отсюда. Хин бегает, бегает здесь в инвизии. Бэтрайдер. Марч пытается спрятаться. Здесь уже Эмбер. Эмбер сделал байбэк. Связывает двоих. Проблемы огромные у Рубика. Также Рубика расстреливает Рубик. Кастовался Томок. Рубик тоже погибает. Здесь врывается. Эмбер Спирит делает два фрага. Эмбер Спирит делает три фрага. И это минус четыре в исполнении BP Penix. Вот это байбэк от 4Riva. Ух ты! Ну и как же отработали это до конца саппорты MVP. Как четко все сделал у нас Хин на дереве. Как четко все сделал Рубик. Который вот здесь кучу кипиша натворил и кастовал все, что мог. Ну и 4Riva. Своевременный байбэк. Прыжок на свой реминант. Связочка. Ну а дальше уже было все делом техники. Браво! Ух ты! Рубик украл то, что надо. Рубик отлично. Ворует перекачку. Понятное дело, перекачивается в максимуме. 1100 хп теперь есть. И с бутсов спид у него 1176 хп. Чудесно это для Рубика, скажу я вам. Ну и вот оно Баттлфьюри. Вот оно Баттлфьюри от 4Riva и Линкинг Сфера от Марфа. В ту же секунду. Что пополезнее. Ну наверное сравнивать полезность Баттлфьюри и Линкинг Сферы мы не будем. Потому что как оба артефакта имеют право на существование. Ну вот понятное дело, что Баттлфьюри это конечно дает сейчас буст огромный. Так, ну ладно, что решила действительно в соло забрать Рошана. Я не думаю, что это самая правильная затея. Потому что бить он будет очень долго. И мы видим Баш за Баш. Кио сейчас должен уйти отсюда. Давайте бить этого человека. Ну ладно, половину уже убил. Дерево выхиливает. Все нормально. Еще и рефракшн есть. Поехали. Че нам? Ну тут врывается на него. Прячут кентавры здесь же. Здесь же Сенкин. Ну и до свидания Ланая. Вот так вот. Наказан за наглость киоу. Пак ставит ультиммейт. Хороший битрайз отлетает. Киоу делает байбэк. Здесь же Хин и понимает парня. И скажет, что надо отсюда уходить. Здесь Рубик украл что-то. Кентавра, боже. Ну тут пак отспанули. Рубик украл нас под коп сенкинга. Вот он борол страйк. Ну и есть размен. Размен. Темпларк байбэк разменяли на пака. В принципе конечно размен не самый хороший. Потому что Темпларка делала байбэк. Потеряла денег. Ну. Пурик 4.1.1. 109 на 18. Крепстаты 1100 голды. Сверху. Все-таки не покидаем. Светыки надежды все-таки здесь забрать Рошана. Вот идет репликейт. Морф, понятное дело, прыгать не будет. Хотел он прочекать количество ХП. Количество ХП все-таки, кажись, прочекал. Но битрайтер здесь погорел очень серьезно. Дема начинает набрасывать пайзон. Рубик. У Рубика боров страйк. Рубик отходит. Рубик сбивает линку. Здесь же Сенкин прыгает. Не очень удачно. Вот прыгнул Сенкин. Подкоп. Рубик тоже копнул. Не очень удачно. Пошла у нас драка. Абсолютно все живы. А Эггис у Темпларки. Ну и можно ловить Экс Фридома. Экс Фридома точно поймает. Хану уже убили. Пак на хайграунде. Вот он фраг от Киоу. Прыгает битрайдер за полозоном. Догнать его. Будет тяжеловато хотя бы. Битрайдер. Битрайдер не дает Паку уйти. У Пака дайгер появится. Если его сейчас здесь же не убьют. Пак прячется. Пака поднимает. Пак не успеет отсюда уйти. Это минус Пак. Как же обидно. 2130 голды у него было перед смертью. Кентавр делает байбэк. What the fuck is going on? Вот это да. Во все тяжкие. Просто пошли парни из Скайс. Но мы видим байбэк Кентавра. Это конечно же интересно. Ну что же. И снизу. 1800 по риф. Сейчас будет уже появляться Кристалис. Ну а дальше вы понимаете. Дайдал, второе Баттлфьюри. Ну и все остальные нужные для убийства артефакты. Ну и MVP мне нравится сегодня. Неплохо. Неплохо начали они игру. Довольно уверенно действует. В то время как у Скайс чувствуются какие-то непонятные иногда мувы. Не скажу что фейлы. Но непонятные мувы. А как бы имеются. Они присутствуют. Да. Но вот MVP Феникс. Уверен. Пока в себе. Ну и на графиках это четко видно. 7500 золота не ведут. 5900 экспириенсов. Все отлично. У корейцев. Ну и надо доводить сейчас до ума конечно же этот матч. Ланай. Ланай. Тем временем мы Митил Хаммерпунт. Понимаем, что если Яша будет появляться сразу же. Дезолятор. Эмбер. Будут пытаться его ловить. Эмбер видит Икс Фридома. Эмбер есть уже криты. Эмбера сейчас могут заманить. Так, пытался связать Икс Фридома. Ну и наверное надо убегать ему отсюда. Все на кулдауне. Еще закончится щит. Па, кто же видит. Как бояться сейчас уже Фурива. 17-ая минута. У парня Батлфьюри, Кристаллис, Стрингвбазилиус и Аркантапки. Ну очень все хорошо у Фурива. Врыв вниз. Марфа. Пытается связать. Бэтрайдер. Вот она линка. Цепляет. Бьют Меракла. Есть перекачка. Нужно поднять по таймингу. Меракл. Минус. Марч Доминейтинг. Ну и довольно весело все. Вы знаете. Я бы даже сказал очень весело. Так. Я... Какие-то непонятные какие-то мувы происходят. Вот с Дота ТВ. Я не знаю, что это такое. Я почему-то пропадаю. Извините. Ребят. Ребят. Кинг. Вот это хорошо. Вот это было очень хорошо. Фурива убили. Очень своевременный фраг. И так далее. Что же. Чибикс. Мы видим. Есть даггер. Есть аркад. Там не больше ничего. Снизу. Киоу. Ничего. Абсолютно не боится. Но сюда вот идет ТП. И надо, наверное, и уйти. Нет уже Эмбера. Кинг. Подняли его. Здесь же Кинг. Сбивают. Ну, понятное дело, даггер. Никого сделать не может. Тайца выкопаться. Спятался. Весочек. Полетел флэмбрейк. И два живой Чибикс там. Пак поставил ультимейт. Забегает Хана. Дает станк дерева. Дерево. Ливингармор не пробивает. Дерево прячется в инвиз. Дерево стоит по-прежнему здесь. В инвизии умирает Кинг Тауэр. И Эмбер пояснится через пару секунд. Синкин копнул Киоу. Киоу. Рефракшн. Надо сбить. Вот сбили сейчас рефракшн. Киоу. Нет у него нового. Но есть у него мелд. Может он спрятаться в мелд. Ловят здесь Чибикса. Чибикс погибает от Киоу. Здесь же Рубик. Пытается уйти. Райзен. 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 Почти там он совал. Но Меракль таких не отпускает. Киоу. Сделал даблкил. Здесь уже Эмбер Спирит. И Меракля могут поймать. Меракля если сейчас поймать. Но есть у него все-таки. Репликейт уходит. Он пак. Пак. Флэмбрейк. Связочка. Минус пак. Триплкил Киоу. Отличная игра. Просто отличная игра. Да. Вот это то, что надо. Это же Меракля. Мы видим опять-таки. Фулхапа. Ему просто сбили. И это уж тормающие. Хриты никакие не проходили. Меракль врывается. Меракль. Перекачку убежно включает. Очень ему больно. Кентавр. Кентавр дает стан по Фориву. Меракль. Пытается кого-то побить. Фридом. Полетел Солкетчер. Меракль. Распрыгался у нас Форив. И проблема у Эксферидома. Флеймбрейк не попадает. Ну и тут трэпа взорвалась. Будет ли Форив? Прыгать Форив. Криты. Есть очередной фраг. Ну и как же отыгрывает МВП Пеникс. Тавр упал. Сенкин. Копнул. Сенкин. Пытается поубивать. Киоу. И два живой. Он хочет предъявить Аэгис. Не теряет он Аэгис. На разорвать убивает еще и Сенкинга. Пак тоже погиб. Райзен идет вместе с ребятами. Просто прямой. Как же четко играют парни из... Да неужели они сейчас зайдут на ХГ и здесь же пытаются остаться. То есть забрать Тавр. Киоу. Оттанковал Рефракшн. Будет пытаться потерять все-таки здесь Аэгис. Побежал дальше. Ликс Фрида на Бэтрайдера. Морф. Морф. Мимо. Морф. Можно забирать Меракли. Сбили ему. Боже, как разваливается Кентавр. Я вообще не верю в то, что сейчас происходит. Ну и Киоу. Вместе с МВП... Вместе с Фаривом. Забирает Т3. Падают бараки. Вот это да. МВП Феникс. МВП Феникс сейчас могут выиграть Сенкинга. Отличный подкоп. Сольтабор врывает. Это классный врыв. Ну и что? Здесь Е2 и 2 живой ушел Фарив. Ланая по-прежнему здесь. Ланая потеряла Эггис. Ланая будет драться до конца. Мертв пак. Мертв Кентавр. Дерево выкупилось. Второй барак надо донести. Да. И второй. Ой-ой-ой. Мераклин. Включился перекачка в последнюю секунду. Хана. Хана. Сейчас трянет Рубик. Как хорошо развалит Рубик сейчас Чибикса. Спрятали здесь у нас Киоу. Но никто его станет не будет. Ну и в итоге мы видим, что падает просто барак. Минус мид. На 22 минуте. МВП Феникс против никого-либо. А против команды Скайс. Ух ты. Вы можете не верить своим глазам, но так оно и есть. И Скайс очень близки к четвертому поражению. Ну. Вы знаете, да, что с четырьмя поражением в американской квалификации три команды играли переигровки. Но там было 11 коллективов. Там было 10 матчей. Здесь 9 матчей. Поэтому не так все просто. И четыре поражения. Марч. Беда. Надо блинкаться. Так вот. Здесь четыре поражения могут быть уже критичными. Тем более, что у Скайс впереди еще очень тяжелые матчи. Нереально тяжелые матчи. Ну что. Кьюо. Кьюо мы видим бегает. Бежит сейчас на... Вверх. Тут уже и остальные. Тут уже и Марч. Рядом также Райзен. Но мы не в лесу пока стоят. Совсем составом парни. Тут сейчас будет уже Дейдалус. Совсем немного осталось. Меркл трэпа взорвалась. Ну что. Зайдут МВП на Рошана. Понятное дело здесь лишить они не будут. 16 тысяч голды преимущество. 13 тысяч экспы. Все отлично у них. Ну опять-таки Кьюо в соло просто под Дейгер Мором. Забирает Рошанчика. Бурно на него и от Рубика. Кстати, заметьте, как классно отыгрывает в этом матче Рубик. То есть кажется ничего супер крутого. Но все равно он очень полезен в каждой секунде. На что пауза в игре. Ну что, продолжаем мы с вами наблюдать матч. Ну, если это можно ждать матчами, то матчем. Потому что тут пока попытки команды Скайз как-то отскочить. Что ж, в параллельных матчах закончилась уже игра на первом стриме, где ребята из Arrow переиграли Zephyr. В принципе, без проблем. Ну и MidTrust переиграли Mineski. Это интереснейший результат. Ну и давайте все-таки досмотрим. Смогут ли здесь Скайз створить чудо и отыграться. Дерево готово. Помогает своей команде. Хин. Вот Вард. Видели Хина. И сейчас его убьют. Хин. Ушел за рейндж. Нет, он стоит здесь. Ну и вы понимаете, что без боя отдают Скайз сейчас ТВРа. И ничего не делают они. Мы видим, что Морф пытался что-то придумать. Сразу же прыгнул на Лепликейт. Есть у него Трилблейд. Есть у него Линкинг Сфера. Больше нету ничего. Последний Т2 Тауэр в миде стоит. И сейчас его будут добивать ребятки из MVP Phoenix. Ну и осталось совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Я низко болею за них. Я думаю, заметно это невооруженным глазом. Хочется мне, чтобы MVP Phoenix выигрывали. Хочется, чтобы чемпионы корейского Старладера показывали всем, как надо играть. Чтобы не начали, конечно, там Сефирова бывать у себя в Корее и так далее. Ну и вообще, чтобы корейская Дота поднималась в уровне. Мне это очень-очень приятно. Ну и согласен, действительно, с нашими тритетными мнениями в чатике. Коса никакая. Действительно, это чистая правда. Я думаю, никто не будет неправо, если сказать, что вот Skies совершенно не какущие. Chibix здесь прячется, пытается уйти. Chibix купил Helm Fire and Will. Здесь 1500 голды уже Эмбера. Пытается его найти. Ну вот, кто он находит, полетал. Хотя, Симкин не умирает просто. Я думал, он не найдет. Он действительно взял и нашел. Красавчик. Да, веселейшая, конечно же, у нас квалификация азиатская получается. Ну и пока только малайзийцы из Arrow. Абсолютно не прощают никого. Но, опять-таки, это группа. Вплеер все может поменяться. Может быть, все перевернуто с ног на голову и с головы на ноги. Знаете, как хотите. Ну и Трэвела приобретает у нас Эмбер. Ну вот, понимаем, что есть у него сейчас Энерджи Бустер. Трэвела, в принципе, ему не надо уже Аркантапки, да, потому что ему хватает маны с Батлфьюри на абсолютно все. Побежал, побежал, побежал. Фари понизу. Здесь линия пропушена. Тут на базе стоит Меракл и его ребята. Очень плохо играет Кентавр. Я думаю, ну, действительно очень плохо сыграл Кентавр. Вот просто в критические моменты не всегда вовремя реагировал. Неправильно иногда давал станы. Неправильно врывался вообще. Вот нельзя так отыгрывать. Действительно нельзя. Неправильно вверх. Как вверх? Тут больно. Надо ему летать отсюда. Пол хп куда-то делась. Как говорит товарищ Факкер, что с лицом? Ну и будут с хайграунда отбрасываться. Правда, до момента. До момента, пока Марч кого-то не поймает. У него БКБ. У него форстат. И вот он глиф. Заюзан. МВП Феникс сносит мид. Низа уже нет. Сан Кинг идет копать. Сан Кинг прыгает, копает. У Тембра спрыгался. Кио абсолютно пофиг на то, что его копнули. Ни рефракшн, ни ливинг армор не сбили. Тавр упал. Падают бараки. Ни рефракшн, ни ливинг армор не сбили. Так, Тавр спрыгает. Форива, хорошо. Форива в сайленсе. Убили Форива. Очень четко все сделали. Здесь Киоу. Будет пытаться разбираться. У Форива нет. У Байбека сидит в таверне. Пак отцепанули. Прячет его. Икс Фридом. Меракль, Меракль, Меракль живет. Нет, все-таки уже не живет. Меракль, но я понимаю, нет у него. Байбека, потому что сидит до сих пор в таверне. Сенкинг, что он делает? Сенкинг прыгнул в толпу. Ну и тут у Ланая. Не прощает. Трипл килл Киоу. Монстр килл у Ланая. 8-2-4. Падает мид. И сейчас на топ. И сейчас на топ. Должны идти ММВП Феникс. Скайс Сингапур. Пишут. Гуд гейм. Уэл плей. Брависсимо. Я, если честно, впечатлен сейчас с результатом. Ну что ж, МВП-то поднимается в турнирной таблице. Я думаю, вы прекрасно это понимаете все, что сейчас у них дела станут еще лучше, скажем так. Я тем временем попытаюсь все матчи первого тура, прикинуть результаты всех матчей первого тура. Чтобы вы понимали, игры, которые уже закончились, игры, которые еще идут. Потому что у нас вот такие матчи были сыграны в первом туре. Еще у нас идет игра между Экзекратион и РРКЮ. Там действительно катка довольно лютейшая. И есть там зачем понаблюдать. Этот стрим, стрим этого матча вы можете смотреть. Играют они на втором канале нашем. Каспер вместе с Гатхантом комментирует эту игру. Ну а мы радуемся жизни МВП Феникс и поздравляем их. Вот мы видим Ару выиграли в Зефир, как я уже говорил. Минески проиграли у Митраста. Опять-таки, как я уже вам говорил. Ну тут, кстати, Икситиента против РРКЮ параллельно матча ведут. И ведут очень серьезно. Так что вот такие вот результаты первого тура сегодняшнего дня. Во втором туре у нас сегодня встретятся такие команды на всех матчах. На всех стримах, извините. Что есть, как всегда, у нас 4 стрима. Я думаю, вы знаете. В девятом туре Форс Депарчер сыграет с РРКЮ. МВП Феникс сыграет с XTTN. Ну, собственно, по стримам, как вы видите, так оно и есть. То есть первая пара на первом стриме, вторая пара на втором стриме, на третьем стриме. На том, который вы смотрите прямо сейчас, будут играть Ару против Митраст. И это интересно. И обязательно смотрите эту игру Ару против Митраст. Ну и Orange Skies будет играть на четвертом стриме. Мы с вами, еще раз напомню, здесь будем смотреть игру Творитов. Игру Ару против Скайс. Ну и турнирная таблица, которая уже обновлена после результата этого тура. Ару 7-0, MVP 4-2, Orange 4-2, Минески 4-3, Митраст тоже 4-3. РРКЮ пока 2-3, играют они сейчас против XTTN. Скайс 2-4, Форс Депарчер 2-4, XTTN 1-4, Zephyr 1-6. Вот так вот, ребят. Вот такие у нас результаты до следующего матча. У нас, по-моему, есть какое-то количество времени. Да, это целых 17 минут. Поэтому никуда далеко не уходите. Я думаю, ни в коем случае нельзя пропускать сегодня ни одной игры. И еще раз вам напомню. Эрл Гейминг против Митраст. Следующий матч на нашем стриме. Будет весело. Продолжение следует...